Когда мы отправляемся в путешествие, нам кажется, что наше состояние меняется, и мы становимся счастливыми. А в обыденном дне, ну что в этом обыденном дне? Ничего интересного. Если сравнить эти две ситуации и посмотреть, чем же они отличаются, то можно обнаружить один простой секрет. Когда мы находимся в путешествии, наше внимание более целенаправлено, потому что новая картинка, новые люди, новые места, все это притягивает наше внимание, нам интересно. И нам кажется, что вот это время, которое мы проводим в путешествии, оно более насыщено, краски более яркие. Что сделать, чтобы и в обыденном дне было такое же восприятие мира? Нужно просто стать центрированным, концентрированным и внимательным. Ну, например, начнем с меня. Вот утро. Я встаю, подхожу к зеркалу. Обычный день, обычное утро, обычное зеркало. Так, собираем внимание свое и смотрим, как путешественник на это зеркало. Что я вижу? Я вижу свои глаза. И когда я стал каждое утро внимательно смотреть в свои глаза, я вдруг увидел, что они каждое утро меняются. И это было для меня удивительным открытием. Причем дальше я заметил закономерность, почему они меняются. Они меняются в зависимости от того, что я поел, в зависимости от того, выспался я или нет, в зависимости от того, какое у меня внутреннее состояние. По глазам можно было даже определить. Вот вроде бы все замечательно, но я понимал, а вот здесь где-то что-то скребет, вот здесь где-то какое-то напряжение, и это отражалось в глазах. Второй момент, если опять собрать внимание в кучу и посмотреть унтро зеркало, что я еще могу увидеть. У меня вдруг пришла такая ассоциация. Я вспомнил притчу про собаку, которая забежала во дворец, начала лаять, находясь в окружении зеркала, и умерла от того, что она думала, что на нее напала злая спора собак. Здорово. Значит, сегодня утром, когда я вспомнил эту притчу, стоя перед зеркалом, зеркало, получается, напомнило мне о том, что мир всегда отвечает мне так же, как и я ему. То есть, что я ему, то и он мне. Показал я кулак, мир мне показал кулак. Улыбнулся я миру, мир улыбнулся мне в ответ. Третий момент. Следующее утро, я опять встаю, смотрю в зеркало, и вдруг мне приходит такая мысль, «Вау, суперский, я могу утром задать себе какое-то настроение». Например, сегодня у меня будет улыбающийся день, улыбающееся настроение. Я иду проживать день. Следующий день. Так, сегодня какое у меня состояние? У меня сегодня серьезное состояние. Я сегодня буду серьезным. Я сегодня буду серьезный день проживать. И я опять иду и проживаю этот день. И вот так вот обращаю внимание на какие-то предметы, предметы, которые мы видим изо дня в день. Проходя по улицам, по которым мы ходим изо дня в день, можно всегда находить что-то новое, если сконцентрироваться и не блуждать своим вниманием где-то в облаках и в пустых каких-то там мудрствованиях в голове. А именно помещать свое внимание там, где ты находишься. Туда, куда ты идешь. На того, с кем ты говоришь. Тогда восприятие станет таким же, как и в путешествии. А, соответственно, и состояние будет такое же, как в путешествии. Жизнь и мир покажутся более в ярких красках, более такой наполненный, восторженный. И вот здесь будет отзываться состояние счастья. Рекомендую, попробуйте.